В этой демонстрации будет показано, как настроить модель системы гидропривода-экскаватора для программно-аппаратного моделирования, то есть для симуляции в режиме реального времени. В модели системы описаны механические элементы рабочего оборудования экскаватора с гидроприводом. На этой стадии проекта результаты моделирования удовлетворяют требованиям, а система выполняет нужные функции. Теперь модель нужно подготовить для программно-аппаратного моделирования, для запуска в режиме реального времени на соответствующей платформе. Заметим, что часть математической модели численно жесткая задача. Требуется настроить численные методы так, чтобы снизить нагрузку на вычислительные мощности, чтобы увеличить шансы модели на запуск в режиме жесткого реального времени. После этого нужно преобразовать модель в код на языке C. Для решения задачи мы используем локальные численные методы SimScape – SimScape Local Solvers. После настройки из модели инструментом SimulinkCoder будет автоматически сгенерирован код C. Сначала к тем частям модели, которые представлены численно жесткой задачей, будут применены локальные численные методы SimScape – SimScape Local Solvers. После этого из модели инструментом SimulinkCoder будет автоматически получен код на языке C. Наконец, этот код будет скомпилирован и загружен на компьютер с операционной системой реального времени XPC Target. И будет выполнена симуляция модели в режиме жесткого реального времени. Будет показано, что результаты симуляции модели, подготовленной для запуска в реальном времени, достаточно близки к эталонам. Симуляция пройдет без превышения отведенного на каждую итерацию времени. Откроем модель, чтобы посмотреть, как это сделать. Вот модель, с которой мы будем работать. Трехмерная модель механической системы, механического оборудования, описана в SimMechanics. Гидравлическая подсистема описана в SimHydraulics. Можно видеть насос, предохранительный клапан. Три гидропривода имеют одинаковую структуру. Рассмотрим один из них. Здесь можно видеть цилиндр двойного действия и распределительный клапан. Запустим симуляцию и посмотрим, как ведет себя модель. Модель системы движется в соответствии с эталонной траекторией, которая описывается тремя углами. Для стрелы, рукояти и ковша. В этом окне на трехмерной анимации можно видеть, как в течение 30 секунд перемещается ковш. Заметим, что 30 секунд модельного времени исполнились гораздо быстрее, чем наши 30 секунд реального времени. Для того, чтобы подготовить модель к симуляции в режиме жесткого реального времени, я буду использовать программу или скрипт на языке MATLAB. Во-первых, получим набор эталонных результатов. Мы только что провели моделирование, которое будем считать эталонным. Это моделирование было проведено при использовании численного метода с переменным шагом. Сохраним результаты на графике. Так можно будет просто сравнивать результаты симуляции до и после настройки модели до запуска в режиме реального времени. Далее выберем метод численного интегрирования с фиксированным шагом. Обратим внимание, что сейчас в модели используется численный метод с переменным шагом ODI23T. Теперь мы переключили этот метод на ODI1. Это численный метод вычисления с фиксированным шагом. Обратим также внимание, что при помощи блока Solver Configuration мы используем локальные методы численного интегрирования для Simscape, Simscape Local Solvers. Кроме того, мы ограничиваем количество возможных итераций для вычисления физической сети, чтобы увеличить шансы модели на исполнение в режиме жесткого реального времени. Исполним модель и запишем результаты, после чего выведем их на график. Вы можете обратить внимание, что при выборе метода численного интегрирования с фиксированным шагом общее исполнение модели замедлилось. Так происходит, потому что при исполнении модели с численным методом с фиксированным шагом необходимо выбирать минимально необходимый шаг, то есть настолько точный, который нужен для вычисления модели в тех моментах, в тех состояниях, в которых требуется этот шаг. Даже в тех случаях, если этот шаг уже не необходим, мы не можем его изменить. Поэтому мы используем маленький шаг даже в тех случаях, где он не нужен. Если вы вспомните, при использовании метода с переменным шагом модель довольно медленно считалась в начале процесса. Так, моделирование завершено. Мы можем отобразить результаты на графике. Обратим внимание, что результаты достаточно близки. Если я буду увеличивать этот график, изменять масштаб, то только при достаточно большом приближении можем видеть разницу. Мы считаем, что эти результаты удовлетворительны. И теперь будем загружать модель на целевую платформу для исполнения в режиме жесткого реального времени. Выполним команду, при помощи которой мы будем генерировать код из модели, компилировать его и загружать на целевую платформу. Обратим внимание на окно команд. Здесь можно видеть отчет по процессу генерации кода. Так, сейчас модель загружена на целевую платформу. На экране вы можете видеть монитор, на котором будут отображаться результаты симуляции на целевой платформе. Эта платформа, этот компьютер, работает под управлением операционной системы реального времени и XPC Target. Процесс генерации закончен. Вы можете обратить внимание, изображение на мониторе теперь содержит виртуальный осциллограф, на котором будут отображаться данные моделирования. Для управления процессом моделирования мы будем использовать модель Simulink. Это будет как интерфейс. Теперь вычисления будут происходить на целевом компьютере, а управлять этим вычислениями я буду из модели Simulink, переключив ее в режим External. Я подключусь к целевой платформе. При этом я не только управляю моделью на целевой платформе, но я получаю результаты моделирования обратно в Simulink. То есть мы сможем видеть результаты моделирования не только на экране компьютера для моделирования в реальном времени, но и на моем экране, на экране рабочего компьютера, на этом виртуальном осциллографе. Запустим симуляцию на целевой платформе. Обратим внимание на осциллограф. На нем будут отображаться результаты моделирования. Симуляция началась. На мониторе целевой платформы отображается график изменения значения угла наклона ковша. Это вот этот график. Этот же график можно видеть и на виртуальном осциллографе здесь. Вот этот график. Дометим, что угол наклона ковша изменяется. Это видно на осциллографе. Те же результаты мы видим и на мониторе. Симуляция произошла без превышения отведенного. На итерацию времени. Мы можем получить результаты моделирования с целевой платформы и сравнить их с эталонными данными, которые ранее отобразили на графике. Так мы сможем оценить, насколько вновь полученные результаты достоверны. Можно видеть, что результаты моделирования на целевой платформе в режиме жесткого реального времени совпадают с теми, что мы получили раньше при помощи виртуальной симуляции в Simulink. Как и раньше, эти результаты достаточно близки к эталонам. Итак, в результате этой работы нам удалось настроить модель экскаватора для симуляции в режиме жесткого реального времени, предотвратив возможные превышения отведенного на итерацию времени. В этой демонстрации было показано, как настроить модель экскаватора для программно-аппаратного моделирования.